А перед началом видео подведем итоги розыгрыша Пола Стэнли, победитель на ваших экранах. Полное видео с этим розыгрышем вы найдете в описании к видео. Всем привет, это ЗАИнструмент, меня зовут Антон, добро пожаловать на мой канал. Как вы и сегодня поняли, речь пойдет о Маките. Да и не просто о Маките, а о Маките какого-то странного цвета и с непонятной припиской МТ. Вереги, а многие из вас видели в интернетах или в сетевых магазинах типа Леруа Мерлен красную Макиту, непривычную нам, бирюзовую, замечательную. А вот какую-то вот такую красную морковную и что-то такое непонятное. И в связи с этим очень много ходит слухов, что это за инструмент. Это бытовка, это вообще подделка, это какое-то другое направление Макиты, что-то такое нифига не понятно. В интернете есть информация, но она противоречит сама себе периодически. То есть одна статья говорит одно, другое другое. Так вот, сегодня у меня появилась возможность, во-первых, своими ручонками изучить данный инструмент, а во-вторых, а может даже и в первых, рассказать вам, что это за такая линейка Макита МТ. Так сказать, просвещением будем сегодня с вами заниматься, ну и естественно знакомиться с инструментом, который на обзоре у меня сегодня. А и инструментов, как вы видите, достаточное количество, поэтому возможно данный материал будет разделен на пару частей, ну чтобы сильно долго у вас времени не занимать. Это была вводная часть, ну а теперь поговорим подробнее. Погнали! Итак, давайте для начала окунемся в историю и вообще разберемся, что это за красная Макита, откуда она взялась, зачем, почему и, во-первых, не подделка ли это? Сразу говорю, нет, это не подделка, это нормальная Макита. Сейчас буду объяснять. А корни всего этого уходят в 90-е годы. И если коротко, в Азии на фоне низкой платежеспособности населения, которым, ну, профсегмент не очень-то и подходит, в силу своей дороговизны, начали плодиться и размножаться компании и заводики по производству всякого дешмана. Ну и японцы, естественно, быстро сориентировались и запустили чисто под азиатский рынок тот самый бренд МакТек. Инструмент МакТек позиционировался как упрощенный аналог профлинейки Макита, который производится из того же сырья и с применением тех же технологий, отвечающий тем же нормам, стандартам качества, надежности и безопасности, как и инструмент Макита. То есть это не бытовая линейка, сделанная из говна и палок. Но как удалось сделать эту линейку дешевле? А тут все просто, за счет отсутствия дополнительных опций, ну и экономии на всем, чем можно. Например, никакого тебе плавного пуска и регулировки оборотов. Укорачиваются сетевые кабели. Упрощаются комплектации никаких тебе запасных щеток, полотен для лобзика или каких-нибудь дисков. Чуть поменьше обрезинки, никакой виброзащиты на рукоятках и так далее. Ну, суть, я думаю, вы уже уловили. И где-то в районе 2018 года, по крайней мере, я такую информацию нашел, решила Макита сделать очередной ребрендинг и вообще закрыть вот это подразделение МакТек нафиг. И выпускать все тот же ассортимент под брендом Макита. Всем известный. Единственное, чтобы было отличие, остается вот эта приписка МТ и привычный для МакТека красный цвет, чтобы отличать вот эту данную линейку. Вот это по большому счету вся разница. Макита серии МТ – это не то же самое, что, условно говоря, есть синий Bosch Professional и зеленый Bosch – хобби, там бытовка. Зеленый Bosch – это вообще абсолютно другой инструмент, не имеющий отношения никакого вот к синему. И во многом еще по той простой причине, что он, скажем так, в сервисе сделан таким образом, что порой запчасть стоит практически столько же, сколько сам инструмент, и производители подразумевают, что проще его вообще заменить, чем ремонтировать. А здесь это совершенно вообще не так. Если мы будем разбирать какой-либо инструмент Макита обычной бирюзовой и Макита МТ, схожие модели, то разницы практически не будет. Как я уже говорил ранее, самая главная фишка Макиты МТ – это упрощение в каких-то нюансах. Где-то там они убирают подсветочку, где-то убирают, как мы будем смотреть перфоратор вот этот, да, кстати, это перфоратор, антивибрационную ручку где-то убирают, где-то там обрезинивание корпуса. Кстати, по поводу корпуса зачастую используется переработанный пластик, где-то нет там защиты регулировки оборотов, точнее поддержания частоты оборотов. То есть каких-то вот таких вот электроник тут нет. Но что касается комплектующих, все абсолютно такое же, как и в синей Маките. И запчасти подходят самое главное, что от синей Макиты. А проблем с этим на данный момент даже на данный момент у Макиты не имеется. Макита красная, у нее имеется мелкая деталировка. То есть там запчасть вы можете заменить, приобрести, поменять и так далее. А это стоит будет, ну, меняемых денег, по крайней мере. Данный инструмент выглядит очень интересным. Но опять же, таки это вроде как все на бумаге. Линейка Макиты МТ включает в себя чуть больше 20 единиц инструмента. Это только сетевой инструмент без аккумуляторки. Не знаю, пока, наверное, возможно, потом появится. Но на данный момент это вот такой максимально джентльменский набор. То есть базовые модели, базовые самые нужные, самые основные инструменты. То есть это у нас УШМки, это у нас дрели, это у нас перфоратор, это отрезные машины, монтажные пилы, две штуки есть. Там одна обновившаяся, интересная. Циркулярки я уже говорил. Там есть и воздуходувка, и миксер. В общем, я, естественно, все это дело выкладываю, показываю, вы смотрите, изучаете. Да, это вот я вам дал такую базовую основную информацию о том, что такое Макита МТ. Что это за линейка и что она из себя представляет. То есть по большому счету, если, например, тебе не нужны какие-то особые излишества в инструменте, ты вообще без проблем даже для работы можешь брать Макиту красную. Пока МТ это только сетевой инструмент, по крайней мере, продающийся в России. Что там в других регионах, точнее в других странах, я не знаю. И, честно говоря, сейчас изучать это не вижу смысла. С логистикой и с представлением товаров у нас сейчас такой бардак, что все постоянно меняется. Лучше поговорим об этом чуть позже, дай бог через полгодика. Как вы видите, у меня здесь на моем импровизированном столе несколько единиц инструментов. Ну, давайте посмотрим. Вообще, визуально очень похожи на уже известные нам модели. Как раз их будем сравнивать. У меня на руках бирюзовой Макиты нет, поэтому буду использовать какие-то видео вставки, картинки. Ну-ка, постараюсь максимально, чтобы вам было понятно и интересно изучать. Так что, давайте с циркулярки, что ли, начнем. Модель M5802. Давайте откроем характеристики. Здесь можно установить максимальный 190 диск. В комплекте идет 185, какой сейчас посмотрим. А максимальная глубина пропила при 185-мм диске 66 и 44 мм. Если ставим 190 диск, пропил становится 68 и 46. Глубину пропила мы с вами в тесте дальше посмотрим, проверим, так ли это. Итак, в комплекте идет сама пила. Пильный диск, я его уже поставил за кадром. Это 185-й диск, маркировка его D03919. Посадка у него 30 мм. Максимальный оборот 8300. Количество зубьев 40 штук. Площина 2 мм. Классический дисочек. Параллельный упор самый простой, вообще без каких-либо заморочек. Под пылесос вставочка. Надо сейчас, наверное, сразу прикрутить. Давайте-ка я прям при вас это сделаю, потому что потом я его, блин, потеряю 100%. Да, в мастерской у меня нет отвертки. Что ж теперь? Конечно, желательно такие вещи делать отверткой, потому что можно перетянуть и сорвать резьбу, но я очень аккуратен. Это мой дачный шуруповерт. Я его сюда в гараж привез, чтобы починить. У него редуктор и вылетел. Я его там, в общем, разобрал и сделал. Так, про Макиту же. Литая вот эта вот металлическая часть. Эта вот крышечка замечательная, шершавая, такая по классике для Макиты. Защитный кожух здесь, о, а защитный кожух здесь пластиковый. Вот такая вот история. Но это вот опять же, еще раз говорю, про отличительные особенности. Чем вот отличается красная Макита от бирюзовой. Ну, потому что в бирюзовой вот этот вот защитный кожух у нас будет металлический. А здесь он пластиковый. Ну, вот вы слышите прекрасно. Пластик прочный, пластик, конечно, еще надо попробовать сломать. Но вот в этом есть некое удешевление конструкции. Прорезиненная рукоятка, причем со всех сторон. То есть она полностью прорезинена. Здесь ребристая часть у нас имеется для того, чтобы у вас рука во время работы не соскакивала. И плюс ко всему, тоже небольшая текстурка. Это тоже с обеих, причем сторон и слева, и справа. Для того, чтобы у вас рука тоже не скользила. Это очень здорово. То есть основные, скажем так, пятна контакта, где у вас рука находится. То есть это вот здесь вот, от этого часть, тыльная часть ладони и боковиночки. Шестигранный ключ, он идет в комплекте. Хорошо, что есть крепление. Единственное, что плохо, это то, что здесь нет никакого флажочка, чтобы ключик, этот шестигранник крепился каким-то образом. Соответственно, есть вероятность, что во время работы вы его будете задевать, и он будет так вот болтаться. Может бесить, но может и нет. На месте сидит. Подошва самая стандартная. Это штамповочка. Простенькая такая, не летая, конечно же. Ну а что мы хотим? Это самая простая циркулярная пила. Чтобы отбросить пилу, здесь вот барашки есть. Барашки пластиковые. Да, и мы вот так вот поворачиваем подошву. Вот здесь вот рисочки есть по градусам. То есть 45 градусов можно поставить пилу. Но они... Кто-то может сказать, что плохо читаемые. Вот я не знаю, мне здесь свет хорошо от ламп светит. Поэтому мне вот, в принципе, видно 45, 30, 15, 0. Проблем нет. Если будет, наверное, освещение поплоховатее, то хрен вы чего увидите. Если освещение плохое будет, ну, наверное, может быть, плохо читается будет. Так, здесь у нас... Ну, это для параллельного упора, это понятно. Тоже здесь вот этот барашек пластиковый. Регулировка глубины пропила. Вот здесь у нас есть такой флажочек. И вот так вот поднимаем пилу. Короче, шкалы здесь нет никакой. То есть сколько ты выставляешь, какую глубину пропила, это называется используй либо бесценный жизненный опыт, то бишь на тренированный глаз, либо бери специальное устройство под названием рулетка. Надо было макитскую показать, да? Но она где-то валяется, я не знаю. Но с другой стороны, глубину пропила сильно на циркулерке не меняет. То есть вот как она есть, так и есть. Задача же отпиливать материал. Но производитель в данном случае считает, что нет смысла здесь делать шкалу. А вы можете написать в комментариях, нужна ли вам вот в такой пиле шкала здесь, чтобы наглядно видеть, какую глубину вы будете пилить. Так, ну и понятное дело, что здесь есть двойной пуск. То есть просто так вы не нажмете на кнопку. Это защита от дурака. Дополнительно здесь вот боковая есть кнопочка. Диаметр патрубка 25, внутренний. Но внешне, я думаю, вам не интересно. Ну, давайте замерим платформу угольником. Четенько. Удивительно, если бы не было все ровно. У меня тут есть что порезать, так что давайте переходить к тесту. А теперь проверим максимальную глубину реза. Опускаем площадку и производим пропил. Диск, напомню, у нас стоит 185. Максимальная глубина пропила у данного диска заявляется 66 миллиметров. Как видите, заявленные 66 миллиметров у нас есть, даже чуть больше. Сделаем урез. У меня тут скопилось достаточно много всяких ненужных досок, которые после тестов остались. Выкидывать их жалко, а можно просто попилить. И ставишь тву, и кожух не задевает ай-диск. Это вот как бы хорошее дело. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, у меня еще не самые, конечно, прямые руки, понятное дело. Вот, 45 градусов. Все вроде по красоте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, сегодня мы с вами разобрались в целом, что такое Макита МТ, что это за линейка. Надеюсь, мой рассказ был доходчивым, понятным. Если остались какие-то вопросы, сомнения, пишите в комментариях. Давайте пообщаемся. Я всегда на комментарии отвечаю. Вы сами знаете, прекрасно. Я надеюсь, что развеял этот миф по поводу того, что Макита МТ это какая-то совершенно беспонтовая бытовуха, сделанная из говна и палок. Данный инструмент можно спокойно советовать и себе подбирать для домашней мастерской, для небольшой мастерской, да и, в общем-то, зарабатывать денег этим инструментом спокойно можно, если, как в данном случае, вас не смущает пластиковый кожух и штампованная площадка. Это всё, что отличает этот инструмент от более старшего собрата в бирюзовой линейке. Хотя и там тоже штампованные площадки, сами знаете, имеются. И если бы вот я сейчас вот собирал свою мастерскую, а не просто снимал в гараже обзоры, а я когда-нибудь всё равно же дойду до этого, то, естественно, я этот инструмент оставлю у себя и буду с удовольствием пользоваться и даже рекомендовать. Да, с одной стороны, может быть, слишком много положительного и хорошего, я сказал в адрес этого инструмента, но с другой стороны, что тут критиковать? Всё и так очевидно, вот какие-то, да, вот эти вот нюансы, типа там, да, нет шкалы глубины пропила, пластиковых кожух, но я их назвал и отметил. Ну, это просто как бы факт, который нельзя пройти, мимо которого нельзя пройти мимо. А критиковать ради кликбейта или там ещё, чтобы накинуть себе говна на вентилятор, там что-то не хочется. Другое дело, когда и если у меня появится аналогичный инструмент другого производителя, тогда будет смысл потестить в сравнении, вот там будет разница, будет о чём поговорить предметно. А пока вот так вот сам по себе этот инструмент мне понравился. Очень много знаю людей, которые пользуются красной макитой и получают удовольствие. Кстати, напишите, если вот у вас есть красная макита МТ, и что вы думаете по этому поводу. Опять же, изучив много всяких комментариев, там форумов столярных и так далее, и тому подобное, ну, люди хвалят. По крайней мере, не говорят об этом инструменте сильно уж плохо. Давайте пообщаемся, может быть, придумаем, что ещё взять, попросить на обзор, глядишь, пришлют. Вот. Ну, за всем вроде как всё. Не забывайте подписываться на канал в Ютьюбе, также есть Телеграм-канал, там постоянное общение, вы можете прям в прямом, прям вот задать вопрос мне, я вам сразу его отвечу, условно говоря. Там же в общении какие-то новости, бэкстейджи, спойлеры и так далее, много чего интересного, подписывайтесь. Также есть группа ВВК, есть Яндекс.Дзен, в Дзене статьи, много интересного там происходит периодически. Вот. Так что, подписывайтесь на Ютьюб-канал, на дополнительные платформы, вам это ничего не стоит, а мне будет приятно, да и поддержка, она, как говорится, за неё вам воздастся вдвойне. Огромное спасибо за просмотр, ставьте лайк, если нравится то, что я делаю, подписывайтесь на канал, берегите себя и всего вам доброго. Пока. А для тех, кто досмотрел видео до конца, я разыграю фирменные перчатки Makita, размер перчаток XL. Условия простые, нужно быть подписчиком канала The Instrument, поставить лайк этому видео и написать комментарий, содержащий фразу The Instrument. И важно, комментарий должен содержать как минимум три слова, ну, проявить фантазию, будьте добры, перчатки ж хорошие, заслуживают этого. Короче, среди таких комментариев я и разыграю пару перчаток Makita. Итоги подведу через пару недель в одном из следующих выпусков. Следите за обновлениями, нажимайте на колокольчик и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok